Блубоко уважаемая Людмила Александровна, позвольте поблагодарить вас за приглашение участвовать в таком форуме. И мы сегодня с вами немножко опустимся на землю, будем между небом и землей теми докладами, которые мы заслужили, и той проблемой, с которой приходится постоянно сталкиваться лечением астмы. Мы с вами все хорошо знаем, что астма это нелегкое заболевание легких. И не только потому, что астма широко распространена, сохраняются высокие показатели смертности, высокое бремя экономических затрат, но еще и потому астма, конечно, занимает высокий удельный вес среди хронических заболеваний, но еще и потому, что это болезнь, которая заставляет страдать пациента. Посмотрите, пожалуйста, как говорят пациенты о своих страданиях. Вам всем прекрасно известны слова Густовского, который говорил о том, что астма – безжалостная болезнь. Граф Толстой писал, во мне полный раслад судороги астмы шли одна за другой. И Марсель Пруст писал, помогите мне, ведь я такой слабый и неловкий. И недаром наша сегодняшняя конференция проходит накануне Всемирного дня борьбы с астмой, потому что это день, когда мы с вами должны сосредоточить свои усилия на помощи таким пациентам, и наша задача – научить больного справляться с болезнью, жить с ней, а не страдать от бронхиальной астмы. Стратегия астмы, в общем-то, хорошо известна. Это образование, элиминация аллергенов, это фармакотерапия и аллергеноспецифическая иммунотерапия. Но, как мы уже сказали и подчеркнула Людмила Александровна, бронхиальная астма – это многовекая болезнь. И мы должны искать, в общем-то, подходы каждому пациенту. Где искать ответы на эти вопросы? У нас есть свои национальные клинические рекомендации, у нас есть международные документы. В последние годы обновляются эти публикации, и во всех этих руководствах акцент, безусловно, делается на фармакотерапии. И незыблемым фундаментом для новых подходов в тактике фармакотерапии остается комбинированная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами и бета-2-агонистами. Но, несмотря на развитие стратегии терапии, несмотря на наличие прекрасных лекарств и комбинаций, остается неудовлетворенность пациента фармакотерапии. Для каждого симптома свое лекарство есть проблема комплоентности, есть проблема социального и финансового влияния. Хронический характер болезни вызывает феномен эмоционального выгорания, больной не хочет лечиться, и отсутствие пролонгированного эффекта, что многократно было продемонстрировано в исследованиях, которые говорят о том, прекращаем лечение, симптомы возвращаются на круги своя. И таким образом, на сегодняшний день фармакотерапия и контроль астмы говорят о том, что частота недостаточного контроля астмы высока, несмотря на наличие достаточно распространенных и доступных методов оценки, эффективных базисных препаратов и стратегий. Более 50% пациентов не достигают контроля, а частота неконтролируемой астмы в 2012-2016 году была примерно такой же, как 10 лет назад. Как далеко мы с вами продвинулись в отношении контроля астмы? Реальные цифры контроля в разных исследованиях от 10 до 60%. И Дмитрий Алексеевич продемонстрировал, что у 40% больных с астмой фармакотерапия, противоастматические препараты неэффективны. Наверное, необходимо развитие других стратегий. И таким вектором движения является, конечно, персонализированный подход. Путь к персонализированной медицине лежит, безусловно, через познание и внедрение этих омикс-технологий. Но я хотела бы вам напомнить слова Джеймса Отсона, который сказал, человек, который расшифровал структуру ДНК. Мы раньше думали, что нашу судьбу определяют звезды. Сейчас мы знаем, что во многом наша судьба – это наши вены. И вот сейчас развивается та медицина, которую называют медициной 4П, о чем сказали. Сейчас уже добавляется 5П. Для персонализированной медицины существует масса других синонимов, включая трансляционная медицина, медицина под заказчика, таргетная медицина и так далее. И мы с вами говорим о том, что это те подходы, где используются, безусловно, геномные и молекулярные технологии для улучшения системы здравоохранения. Эти подходы нужны для выбора лекарственных препаратов и режимов их дозирования. Но что нам дает фундаментальная наука? Вот если говорить о генах, то самое большое исследование, которое было посвящено генетике бронхиальной астмы, это исследование, которое было проведено под эгидой Европейского консорциума Габриэль. Огромное число стран, ученых, 10 тысяч лиц, страдающих астмой, вошли в это исследование. Но пока мы с вами в полной растерянности. А что мы можем извлечь оттуда? Да, мы поняли, астмы являются генетически неоднородной. Есть общие аллели. Аллергия может быть вторичной по отношению к дефектам бодерных систем. Роль эпителиального повреждения может быть очень высокий. И высота общего уровня ИГЕ в сыворотке крови имеет незначительную роль в развитии астмы. И это очень важно, потому что в практике, как мы с вами видим, если больной приходит с астмой, и ему хотят поставить диагноз сакопический астмой, многие врачи направляют его на этот тест, который, в общем-то, ничего существенного не дает. Но что дают нам все-таки эти новые направления персонализированной медицины? Главным принципом становится индивидуализация лечения и не только с помощью геномики и протеомики, но и развития гуманомики с учетом эффекта плацебоа, поведенческого, социального, психологического, культурологического фактора, которые формируют ответ на болезнь для отдельных пациентов. Не даром Багрицкий говорил о том, я лечу свою астму, когда читаю Мандельштама. В целом, уже сказал Дмитрий Алексеевич, персонализированная медицина это правильное лекарство для правильного пациента, а доказательная медицина позволяет нам выбрать хорошее лекарство для всех пациентов. Что касается аллергологии и астмы, то, конечно, у нас широко сейчас используется учеными та информация, которая получена и получается в проекте изучения биомаркеров. Это отпечатки ладошек, то генетической информации, которые наблюдаются у больных бронхиальной астмой. И если мы с вами проанализируем, что же нам дают те методы терапии, которые мы используем у больных бронхиальной астмы, то мы можем прийти к выводу о том, что на сегодняшний день единственным эффективным этиологическим методом респираторной аллергии атопической астмы, аллергического линита, который может изменить ход заболевания, является аллергенспецифическая иммунотерапия. Сравнивая значение асид для различных компонентов, составляющих эффективность лечения, мы с вами можем сказать, что этот метод по сравнению с фармакотерапией, конечно, имеет целый ряд преимуществ, включая долговременную иммунологическую толерантность, уменьшение потребления ресурсов здравоохранения и модификацию лечения. Вышел целый ряд документов, которые говорят о том, какое место должна занимать аллергенспецифическая иммунотерапия в практике врача-аллерголога. А в журнале Всемирной организации аллергии была опубликована большая статья, что аллергенспецифическая иммунотерапия является прототипом современной и будущей перцезионной персонализированной медицины. Почему мы можем так говорить и согласиться с авторами этой статьи? Есть точная диагностика, точные показания, идет хорошая стратификация пациентов, используются инновационные продукты и использовать можно таргетные продукты в соответствии с желаниями и целями пациента. Что касается диагностики, то определение фенотипа ИГИ-зависимого заболевания, анамнез плюс пректест или определение специфического ИГИ на сегодня доступны каждому. Дополнять эти методы еще будет молекулярная диагностика. Что касается показаний для этого метода, то аллергический риноконъюнктивит, бронхиальная астма, аллергия к ядам перепончатокрылых являются теми нозологическими формами, где этот метод может проявить себя наилучшим образом. Стратификация пациентов, отбор тех, кому требуется, асид для контроля симптомов и изменения естественного течения болезни. Людмила Александровна уже упомянула о том, что, в общем-то, мы очень многим в практической аллергологии и в фундаментальной аллергологии в России обязаны Андрею Дмитриевичу Адо. И поэтому позиции аллергеноспецифической иммунотерапии всегда были сильны, и Людмила Александровна является одним из пионеров и активных пропагандистов этого метода. Если выбран правильный аллерген, правильный больной, что касается международных клинических рекомендаций, в частности, джины, то там все-таки первоначально мы можем с вами отметить достаточно сдержанное отношение к этому методу. И в 2014 году в джине пишут о том, что с уровнем доказательности Д надо обсуждать потенциальное преимущество оси подкожной и сублингвальной в сравнении с фармакотерапией и другими подходами к лечению этих пациентов. А вот в джине 2017 года мы с вами видим конкретную рекомендацию, которая касается того, что для пациентов с сопутствующим ремитом и аллергией к вещам с обострением на фоне повышающихся доз кортикостероидов следует обсуждать вопрос о сублингвальной иммунотерапии, но только для тех больных, у которых УФВ-1 больше 70%. И вот та схема, которая дается в джине 2017 года, появляется вот эта ремарка, которая свидетельствует о том, рассмотрите возможность добавления слит у взрослых пациентов с аллергическим ремитом чувствительным к вещам домашней пыли, которые имеют обострение, несмотря на лечение ингаляционными кортикостероидами, если у них УФВ-1 больше 70%. Почему обращают внимание на аллергию к вещам домашней пыли? Что здесь такого особенного? Начинается рано, продолжается долго, и риск развития сенсибилизации к вещам очень велик. По сравнению с другими аллергенами сенсибилизация к к вещам домашней пыли начинается в более раннем возрасте. Это связано с тем, что клещи, а у нас два вида клещей, которые вызывают аллергию, дерматофагоиды, ранисинус и форина, они присутствуют во всем мире. Основные места обитания их хорошо известны, и наличие сенсибилизации к клещам домашней пыли очень высоко. Спектр сенсибилизации у взрослых больных с ахотической астмой демонстрирует, что это доминирующий аллерген. Для того, чтобы возникла сенсибилизация, концентрация аллергенов может быть минимальной. От 1-10 клещей до нескольких сотен экземпляров. И это, в общем-то, главный этиологический фактор атопической бронхиальной астмы. Если говорить о московских квартирах, то в половине московских квартир концентрация аллергена клеща от 2 до 10 микрограммов пыли, а в 14% больше 10 микрограммов. При содержании больше 10 микрограммов сенсибилизация у 50% пациента. Итак, мы с вами знаем, этот аллерген наиболее доминирующий, наиболее значимый, и знаем мажорные аллергены клещей домашней пыли. Они хорошо описаны, вот сегодня еще сказали о ДРП-23, который тоже является мажорным аллергеном. Частота выявления и виянти тел хорошо известна, и эффективность оси зависит от дозы мажорного аллергена. И иногда бывает важно, чтобы присутствовали, если клещи распространены повсеместно и присутствуют во всех образцах пыли, то важно, чтобы присутствовали и те, и другие компоненты клещей. Очень важным является вопрос о стандартизации аллергенов. И мы с вами хорошо знаем, что сейчас от стандартизации в единицах ПНЮ мы переходим к современным единицам иммунобиологической активности, которые позволяют нам знать, какое количество мажорного аллергена находится в этих стандартах. Но для этого должен быть еще и хороший субстрат, из которого будут получаться аллергены. В первом докладе были представлены эти данные. И я хочу сказать, что уникальное лепирисопатентованное производство клещевого экстракта это во Франции, где имеется синтетическая стрида и соотношение мажорных аллергенов оптимально имитирует естественные условия экспозиции. Используя вот эти аллергены, мы с вами можем лечить больных с респираторной аллергией и для лечения клещей. У нас есть клещи, алюсталь, сталараль клещи, и есть компании-производители, которые тоже выпускают аллергены клещей для сублинвальной и подкожной терапии. Это позволяет нам использовать и рассматривать эти аллергены как таргетные продукты в соответствии с желаниями и целями пациента. Хорошо известно, что существует два вида аллергеноспецифической иммунотерапии подкожно-сублинвальная. Сейчас разрабатываются и другие методы интранатулярные, накожные и так далее. Но мы будем говорить с вами о подкожной и сублинвальной иммунотерапии, которая в какой-то степени все-таки сопоставима... Мне кажется, что меня... Нет, это вам так кажется. Да? Просто когда я привязана к микрофону, у меня меньше эмоций. Хотя механизмы развития подкожно-иммунотерапии изучены гораздо лучше. Но и сейчас в отношении сублинвальной иммунотерапии показаны, получены данные по эффективности и безопасности. И это касается и взрослых, и детей. Потребление ресурсов здравоохранения, предотвращение новой сенсибилизации хорошо продемонстрировано. Одно из самых больших исследований, которые касаются клещей домашней пыли, было проведено на китайской популяции. Ну, вы представляете, какое количество дороги в Китай. И оказалось, что на фоне плацебо-контролируемых слепых исследований сублинвальная иммунотерапия позволила достигнуть хороших критериев эффективности. У больных достигнут контроль, а в качестве контроля использовались вот эти критерии. И у больных со средне-тяжелой астмой было показано, что процент пациентов хорошо контролируемой астмы и полностью контролируемой астмы был значительно выше, чем у больных, получавших плацебо. Изменилась доза ингаляционных портикостероидов по сравнению с базальным уровнем у тех пациентов, которые получали сублинвальную иммунотерапию. И заключение по этому самому, пожалуй, большому исследованию было таковым, что процент пациентов, которые достигали контроля, был выше при лечении стал оральт-клещи по сравнению с плацебо. Это позволило снизить дозу ингаляционных портикостероидов, а сам аллерген продемонстрировал высокий профиль безопасности. То же самое касалось и проведения сублинвальной иммунотерапии при ринитах. Сейчас разрабатываются новые методы, вернее, не новые методы, а новые препараты для лечения, проведения сублинвальной иммунотерапии. Это сублинвальные таблетки, которые, возможно, смогут повысить комплоентность больных. Таким образом, мы с вами можем идти к цели через опыт и сходство доказательства. И возможность проведения оси должна быть рассмотрена для каждого пациента со средне-тяжелым и тяжелым линитом и аллергической астмы, особенно с их сочетанием. Осид является эффективным методом лечения линитой астмы, уменьшающим симптомы и позволяющим сократить объем фармакотерапии. Применение персонифицированного отхода каждому пациенту – залог успешного лечения. И поэтому, говоря о будущем осид в поле персонализированной медицины, мы с вами сегодня увидели, что есть возможность повышения точности диагноза, улучшение показателей лечения при определенных нозологических формах, лучшая стратегикация пациентов с помощью электронных технологий и биомаркеров, появление инновационных продуктов, рекомбинантных аллергенов, о чем говорили, ну и, конечно, маркетинговая авторизация аллергенов, связанная с более высоким уровнем технологий. Новая роль профилактической иммунотерапии, направленная на тех, у кого есть высокий риск, и более раннее направление пациентов в центре с помощью биоинформационных технологий. После всего того, что вы услышали, я хотела, чтобы подняли руки те, кто поддерживает тезис осид, ключ к успеху в контроле над сенсибилизацией. Так, а вот, бабы и гаврочи, и гуманологи. и в этом вопросе, конечно, был определенный подвох, связанный с тем, что мы с вами должны различать сенсибилизацию и аллергию, состояние, сенсибилизации клинических проявлений не имеет. Аллергия это ИГИ и это клиника. Иммунный механизм здесь выявляется плюс клиника. И поэтому мы ставим с вами диагноз аллергии и лечим больного с аллергией. Поэтому правильный тезис осид ключ к успеху в контроле над аллергией. Но я прошу не расстраиваться тех, кто поднял руки, отвечая на вопрос по сенсибилизации. Осид при сенсибилизации проводить или подождать? Вот надо сказать, что было проведено однопилотное исследование, в которое вошло 50 детей и им проводили слит, исходя из того, что может быть такой метод приведет к формированию толерантности и предотвратит развитие сенсибилизации и клинических проявлений у детей с высоким риском развития респираторной аллергии. К сожалению, результаты этого пилотного исследования пока еще не дают нам вот такого оптимистического взгляда. но я хочу сказать, это связано с тем, что играет роль эффект плацебо, что здесь было малое число участников, что применялись смеси аллергенов, а смесь аллергенов это всегда не очень простой вопрос, потому что в смеси аллергенов может быть развиваться потенциальная протеолитическая деградация и мы не достигаем того результата, которого ожидаем. И не достигается иммуноактивного уровня аллергена в этих смесях. Все эти вопросы глубоко обсуждаются в международных консенсусах о иммунотерапии аллергенами. И вот один из таких документов, который вышел на сегодняшний день, говорит о том, что несмотря на то, что метод замечательный, хороший, но он недооценен и применяется менее чем у 10% пациентов. Это картина во всем мире. И поэтому нам надо с вами понимать, что такое это за метод, образовывать себя и наших коллег и говорить пациентам о том, что существуют такие методы лечения, а схемы, режимы, лечебные аллергены и отбор потенциальных респондентов остается, конечно, за специалистами. И я могу сказать, завершая свой короткий обзор, что иммунотерапия аллергенами открывает, конечно, новые горизонты, а это значит, что мы пойдем дальше и все лучшее еще впереди. Спасибо. Продолжение следует...